Привет! Это подкаст «Простые смертные» и его ведущая Оля Фатеева. В этом подкасте мы говорим про смерть и околосмертный опыт людей, разговаривая с ними самими. Один эпизод, один герой, которому я задаю непростые для нас обоих вопросы про умирание. Я судмедэкспертка и работаю в морге 17 лет. У меня большой опыт встреч с чужими смертями. Гость сегодняшнего выпуска – Илья, который уже пережил среднюю продолжительность жизни со своим диагнозом. Должна предупредить. Состояние Ильи таково, что ему трудно говорить. Но то, что он говорит, очень важно. Так что давайте слушать. Илья, расскажи, пожалуйста, немного о себе, о своём состоянии и о своём диагнозе, с которым ты живёшь. Ну а мелодистрофия джишена – это генетическое логолевание наследственное, при котором из-за того, что в организме не вырабатывается белок дистрофии, которые отвечают за строительство мышц, из-за этого постепенно атрофлируются эти самые мышцы. И человек в баню к возрасту сначала ходит, потом садится в кресло, или, по крайней мере, у него перестают полностью работать руки, ноги, и осложнение влияет также на сердце и лёжи. А как сейчас твоё физическое состояние? Хорошо. Ну, сейчас я бы сказал, что я могу управляться мэнбуком, могу управлять компьютерной мышью. Клавиатуру, к сожалению, мне сейчас не хватает силы пользоваться, поэтому я печатаю с помощью экрана клавиатуры, возьмаю мышку на буковке. Также я могу сейчас управлять своим электриклокреслом, у меня стоит специальный дополнительный джойстик, который с очень слабым, с интертемлением, и мне хватает силы его двигать. У меня есть проблемы с сердцем, с крёстями, потому что издоки не хватает мышц, я не могу сам открошиваться, как мы все делаем каждый день. И для этого у меня есть специальные топораты, которые каждый день помогают почистить крёстки. Если говорить о винтовой стране, у меня священное тревожное депрессивное настоящее, и я принимаю очень профессионал. Да, это, конечно, всё очень непросто. Если можно уточнить, расскажи ещё, пожалуйста, где, с кем ты живёшь, кто тебе помогает. Ведь тебе каждый день нужна помощь и очень большая. Да, это так. И мне помогает ассистентка, которая у меня получила деньги за это. Я очень долгое время жил в доме Татьяна, но в прошлом веке я съехал всю мою квартиру, а, соответственно, оттуда в сентябре я переехал в область Большой, в мой дом. Я здесь был не один, у меня была девушка и ребёнок, но в течение времени нам пришлось расстаться. И в данное время я живу здесь один с ответственной ассистенткой. Мои сочувствия, что тебе пришлось расстаться. Я знаю, что ты искал работу. Удаётся ли тебе что-то делать? Как это происходит с учётом того, что тебе тяжело даже пользоваться клавиатурой? Я сейчас работаю, да. Я где-то в прошлом июле вошёл с работы, точнее, она мне вошла. Я как-то в один из дней нашёл на свою электронную почту и обнаружил письмо. Я вспомнил, что у меня ещё висела анкета на хэдкантере, и мне написал человек, вяжёл работу. Оказалось, что это образовательная компания, они разработали игру. Знаете, что-то похожее на игру? То есть это приложение, которое помогает в игровой форме отличать математику. Детям очистить дом 12 лет. Я ресерчер, моя задача — находить информацию и контакты школ по всей Европе. Для того, чтобы в последующем времени отправлять предложения о сотрудничестве. А какими языками тогда ты пользуешься в этом своём ресерче? Английский. И поправлял на патентгене, я работал, там просто включаешь переводчик. В любом случае, я восхищена тобой и восхищена тем, что ты находишь в себе силы работать, а главное — желание. Медицинская энциклопедия пишет, что средняя продолжительность жизни смеодистрофии Дюшена — 25 лет. А сколько тебе сейчас? Да, у меня сейчас 30, поэтому главное можно немного обновить. Да, слушай, нужно немного обновить медицинскую энциклопедию. Но я, кстати, видела в сети сведения, что люди с заболеванием, как у тебя, могут жить до 40 и даже до 50 лет. Вот этот рубеж, указанный в энциклопедии, ты пережил. Что-то поменялось в отношениях с жизнью? И что поменялось в твоем ощущении? Естественно, я прочитал его в таком-то подростковом возрасте, но у меня не было момента, что я ожидал там 23 лет, это слово, и ожидал, что что-то произойдет. Меня как-то некоторые люди интересовались, с кем я, с какого носа, и как-то более близко. У меня никогда не было каких-то суицидальных мыслей от этого ожидания. И в целом, да, конечно, были трудные моменты, моменты депрессии, когда приходили какие-то сомнения в своей успешности и в том, что я иду с ним служить дальше. Вот, но, в принципе, сейчас я хочу даже до 100 лет, чтобы еще раз испортить статистику. Вот, и я считаю, что с развитием медицины что-то можно. И еще немаловая часть здесь имеет ключный прикностор, вот, и работа над своим мышцами и своими руками к духовным состояниям. И, ну, в целом, я бы сказал, что я скорее оптимист вообще по жизни, вот, и разлетелять ноги. Кажется, что ты, как и многие люди, помнишь о том, что все мы смертны, но не придаешь этому значения. Это что-то даже очень обыденное. Врачи говорят тебе что-то о возможных прогнозах. Я не особо против интересовался в том плане, что я не спрашивал у каждого своего врача, сколько мне осталось, или сколько я на базе 1 лет. Единственное, что как-то в детстве я был в гостях у бабушки, и она упиралась по дороге, и не любил разговор насчет меня. И когда я первый раз услышал, что мне дают 20 лет, но жизнь, уже сейчас в осознанном возрасте, ну, да, я говорю, естественно, о проблеме жизни. И, ну, в принципе, мне так и ответили, что, ну, зацелы развиваются, и что есть случаи, когда люди поживают из 40, 50, и что здесь, ну, вот, ростоверия в соблюдении, какие-то примеры по поддержанию качества жизни. И все это в своем крупности влияет на продолжительность предполагаемой жизни. Слушай, я очень надеюсь, что мы увидим прогресс в медицине. А теперь давай немного о твоем рассказе. Вот ты упомянул беседу бабушки и ее подруги. Ты помнишь этот разговор, да? Очевидно, он тебя затронул. Как ты смотришь на обсуждение таких тем, как собственная смерть или смерть вообще с близкими? Ну, если говорить о смерти, то с друзьями моя часть общая считала эту тему, но я не думаю, что это связано, и мы ее с нами делаем. То есть, это какие-то общие темы, да? Ну, как правильно, у нас люди взяли такую слепостичную машину, вот, а если говорить о чем-то серьезном, я резко обсуждал эту тему с родными. Я никогда это не обсуждал, если говорить о других людях. Ну, в первых своих отношениях у нас был такой странный момент, когда у девушки появился интерес, но я читал, что это в интернете, и мы уже были на довольно близкой стяге отношения. Вот, и я был на телефон с того, когда она плакала и говорила, почему ты не остановил меня, почему ты вступил со мной в отношения, знал, что у тебя такой поведен с короткой жизнью. И чтобы чувствовать, если ты уйдешь, вот, то есть, у меня было с нами разорвать отношения на короткой, то опять же, где они еще не пришли никакой границы привязанности. Ну, в целом, наверное, я обсуждал эти цели только в отношениях. То есть, тебе еще пришлось утешать и как-то брать на себя ответственность за то, за что ты не отвечаешь. Скажи, пожалуйста, а нужно ли тебе вообще об этом с кем-то говорить, обсуждать это? Ну, в целом, я думаю, я уже говорил, потому что в любом случае это тема, которая всегда витянная толка у меня, где-то на воздухе. И при каком-то личном общении, близком общении, я говорю сейчас о романтических отношениях, например, либо о дружбе, я бы сказал, это такое глубокое дружбе. А часто ли ты вообще думаешь о смерти? Ну, вот о смерти, в принципе, как о таком абстрактном явлении. Мы же часто произносим фразу «все мы смертны», но вряд ли мы можем ее прочувствовать и понять до конца. Как я всегда говорю, человечество за все время так и не накопило опыт чувственного проживания смерти, потому что никто не возвращался и не может об этом рассказать. Это всегда движение в одну сторону. Думаешь ли ты о смерти в таком ракурсе, именно как о некоем абстрактном понятии, и о смерти своей? Ну, если говорить о самой смерти, как об абстрактном понятии, Конечно же, я часто взаимосвязывал то, что будет после с позиции религии, когда люди считают, что душа бесконечная, и после сменяется тело, и мы попадаем в другой мере, где продолжается еще какая-то жизнь. И у меня была странная фактическая позиция, потому что до какого-то возраста я был пацанковленным, и меня пугало, что как может быть ничто. То есть вот, если сразу начинать, об этом вот, ну я умер, и все, ничего не умер. А как я буду это ощущать, и буду я вообще это ощущать, если у меня вообще нет проблем. Ну, со временем я затошел от религии, и у меня, ну, как-то более спокойно стало относиться к моей жизни о том, как будет ощущаться ничто. Мне очень близко то, что ты говоришь, потому что я тоже часто так думаю про это ничто. И для меня это именно понятие ничто, ничего. Оно всегда объединяется с понятием бесконечности, которую я тоже не могу понять и прочувствовать. Я на самом деле всегда нахожу какое-то утешение для этих размышлений в книгах. А скажи, пожалуйста, когда ты всерьез начал об этом думать? Если говорить о своей смерти, то, наверное, я об этом стал думать. То есть, вот, в последнее время были такие стихи. И вот здесь, с одной стороны, у меня важны теоретические аспекты, потому что в целом мне бы не хотелось. Такая ситуация, когда у меня был верболоск и как-то ловится в ландерии выбрать милого состояния, потому что я, сподзаконно, не взял заключать от поделывающих права. Жизнь аппарата, даже по требованию трудственников или к какому-то своему заявлению, выготовленному к выразивлению. Важный комментарий. В России в федеральном законе о здоровье граждан не предусмотрен отказ от реанимации, но он возможен в случаях прогрессирования тяжелых неизлечимых заболеваний и последствий травм. И, ну, когда я думал об этом, с одной стороны, мне бы не хотелось продолжать жить в таком состоянии, но, с другой стороны, умирать теории страшно. Страшно не от того, что ты умрешь, потому что все умрешь. Страшно, наверное, от того, что может быть гольно или может быть как-то как-то улучшительно долго. Вот. А потому что всем хочется помирить мирно во сне, что ничего не почувствовать. Ну, либо, не знаю, чтобы тебя убили со старыми людях. И, конечно, приношение с Куэра. Ну, то есть, вот в таких мыслях я думаю об этом. А есть что, знаете, что подумал, что... Вот есть вопрос мыслей о плане умирания. Но не у кого нет мыслей, но в плане рождения. И о том вообще, хочешь, чтобы тебя рожали или нет. Потому что потом, когда тебе говорят, что ты какой-то не такой, ты самый такой, так далее. Вот другие дети лучше, а ты хулиганы, так далее. Вот. И тут, то есть, по сути, это прентезия про мы. Я уже сказала, что люблю искать утешение в книгах. И есть книга французского философа Владимира Янкелевича с очень простым названием «Смерть». И хотя она философская, написана она довольно простым и понятным языком. Мне особенно запомнилась мысль о том, в каких временах мы говорим о рождении и смерти. Какие глагольные времена мы для этого используем. Для рождения мы всегда говорим в прошедшем времени «я родился». А для смерти всегда в будущем, но не в настоящем. И никогда не можем сказать наоборот. В книге Янкелевич описывает много разных способов бессмертия. Например, что можно оставить след в истории или верить в бессмертие души. Он поднимает вопросы, которые заставляют задуматься. Конечно, конкретных ответов не даёт, но очень помогает посмотреть на вещи как-то по-новому, иначе. И мне показалось очень интересным, что в конце, несмотря на все множественные размышления и рассуждения, всё в итоге сводится к тому, что на самом деле мы мало что знаем о смерти. И это странным образом умиротворяет и успокаивает. Ты говоришь, что страх больше связан с болью и с мучениями. Действительно, да, от многих людей слышишь именно о том, что боятся не смерти, ну, поскольку, наверное, не могут однозначно представить, что это такое и чего действительно нужно бояться. А боятся предшествующей боли и предшествующего процесса умирания. Потому что опыт боли так или иначе есть у всех накопленный в процессе жизни. У тебя получен очень большой опыт боли. Это как-то меняет вот этот вот страх, усиливает его? Или наоборот, позволяет привыкнуть? Усиливает, потому что, ну, даже если боится много боли, я не хочу успокоить еще больше боли. И, ну, я знаю, в момент, когда ты придешь терпеть очень силы, и это, наоборот, усиливает, что боли, когда, ну, говорим о смерти, а скорее как опытом, наоборот, он говорит о том, что бывает так больно, что ты просто не можешь никуда-то трудиться, и не хотелось бы испытывать это еще. Да, и ты, к сожалению, знаешь, что может быть еще больнее. Ну, поскольку ты заговорил про юридический аспект, у меня вопрос. Есть ли у тебя какой-то план? Как бы тебе хотелось, чтобы выглядела твоя смерть, твое умирание, план идеальных похорон, идеального прощания? Во-первых, я бы не хотел повредить закоронение в землю. Я знаю, что есть несколько способов максимально экологичного закоронения, но это слишком сложно. И наоборот, в России есть какие-то тритуальные компании, которые могут это делать. И, кстати, это очень интересные варианты. Прости, я тебя прямо сейчас перебью. Можешь ли ты рассказать, какие варианты ты выбрал бы в идеале вот этих самых экологичных способов захоронения? Чтобы, не знаю, ну, я не било, наплевал. Ну, чтобы как-то естественным образом мое тело разложилось. Либо кто-то съел какие-то грибки или и так далее. Вот. Потому что я стал статью обычными методами, я не очень глубоко ее запомнил. Ну, тут как бы самое главное — это концепция, а не то, как. Вот если говорить о процентном соотношении, то я был способ, который максимальное количество моих постановок будет как-то переработано экологично. Ну, то есть природы. Вот. Ну, если я выбрал тримацию, потому что я не хочу принимать лишнюю площадь по всей жизни, возможно, спрятти для родственников у мужчины, куда она остается. То есть это какой-то специальный отдел у эквабрища, для полунистов, специальный эквабрищ. Ну, либо это зла, условно говоря, какой-то красивый ритуальный сосуд, или зла, что-то эстетичное, что можно кормить. Надо сказать, что рынок ритуальных услуг в России небогат и традиционно предлагает, по сути всего, два способа захоронения. Это погребение в землю и кремацию. В мире тела умерших можно превратить, например, в грибницу. Для этого при захоронении на труп одевают специальный костюм со спорами. Или можно вырастить из тела дерева. Тело помещают в эко-капсулу, которая разлагается, а тело становится питательными веществами для посаженного над ним дерева. Можно обратиться в пыль после замораживания и измельчения. Полученный порошок похож на прах, но захороненный в землю тоже дает питательные вещества. Наконец, можно растворить тело в специальном растворе и позволить этой жидкости утечь. Прах после кремации в России либо хоронят в землю, либо помещают в арендованную ячейку колумбария. Чаще всего даже не хранят дома и не рассеивают. А из праха можно сделать, например, виниловую пластинку или кольцо, или даже, наконец, отправить капсулу с прахом в космос. В России процедура прощания с умершими в крематориях включает опускание гроба с телом в специальный лифт, который называется сингуматор, перед кремацией. Это имитирует традиционный способ захоронения в могилу. А если говорить дальше о церемонии в хоронье, естественно, тут будет музыка, и я бы хотел, чтобы это была песня и рту, и ванн, ну и дальше, кажется, это гарнир. То есть не рту. Ну и именно и ванн я хочу в момент, когда высловут эту ладочку поставить куда-то выше, чтобы это я пока детально не пробовал. Ну, в принципе, это все желания, ну, конечно, хотелось бы, чтобы пришли друзья и родственники с кем-то были не только хорошие пошли, но в принципе после спрятки мне уже все равно кто-то не обижал, поэтому пусть приходят все. А скажи, пожалуйста, близкие знают о твоих пожеланиях? Ну, может быть, они где-то как-то записаны? Может быть, у тебя есть завещание, где полностью прописана процедура? Или ты просто на словах передавал вот все свои пожелания? Или никто вообще не знает об этом, а ты просто мечтаешь? Хотя странно, конечно, в таком разговоре использовать глагол мечтать. Да, да, да. Да, я, конечно, мечтаю об этом. Это просто какие-то желания, которые мне хотелось. Вот. Но у меня нет пока никакой письменной записки или чего-то такого. Ну, и я не особо вообще ведал церковь. Мне казалось, ладно, что, господи, хотя мы тоже рады с вами писать как-то устно. я не хочу писать бумажку, где было по пункту все это расписано. Хотя я знаю, что некоторые ребята с кучевцами под этим заболеваниям делают такие письма. люди, не имеющие серьезных заболеваний, иногда составляют письма или распоряжения о своих предпочтениях относительно похорон и процедур после смерти. Эта практика поддерживается некоторыми психологами, которые помогают людям подготовить такие документы, если они желают оставить четкие указания. давай попробуем еще раз пойти в сторону той боли и того страха. Как ты себе представляешь, как это может наступить? В моем случае, скорее всего, это будет постепенно прогрессирование болезни, насколько это будет быстро или вернее. что это понравилось. Я думаю, что хотелось бы, чтобы это было медленнее в плане того, чтобы состояние ничего ухудшаться, попозже, там лет 250-60, а если я хочу до 100, то там ближе к 220. Я именно в той точке хотелось бы, чтобы это было дальше быстрее, потому что нужно лежать получится, когда все постепенно-постепенно ухудшается на крайне, умнает как-то пугает. Либо смерть проще наступить, утеревая с ними, как все мечтают. Ну, или если это несчастный случай, то опять же хотелось, чтобы не дужать перелом и постепенно убирать его реанимацию, чтобы это было сразу наверняка. Чтобы это наступило дома или где-то в стационаре, например, чтобы кто-то с тобой был рядом? Да нет, чтобы, не знаю, если соберет мужчина, умереть сразу. Если кто-нибудь застрелит в тюрьмах, если сбросит ядерную бомбу. Да, в твоих предпочтениях я с тобой согласна. Машина, ядерная бомба застрелят в таких случаях лучше сразу, действительно. У меня еще один вопрос в связи с этим. Вот ты уже говорил про мертвый мозг, про поддержку жизнедеятельности остальных органов и систем аппаратами. А ты бы хотел находиться в сознании до последнего момента? Или все-таки потом уже не чувствовать ничего и не понимать? Я уже все знал, что делать. Но опять же, если это было скрепло знание, когда ты почти на грани и ничего не можешь делать, то просто ты думаешь как какой-то сосуд физический, заранее. Вот мне с другой стороны улица это не предложительно время продолжалось бы. Но тут сложно что-то сказать, потому что тут слишком много меняющихся переменных. да, я тебя понимаю. Знаешь, у меня есть мысли по этому поводу. Я много размышляла о катастрофах, каких-то таких глобальных, техногенных, внезапных. И во всех этих катастрофах меня совершенно непрофессионально с точки зрения того, кем и где я работаю, всегда интересовала очень одна мысль. А люди вообще поняли, что с ними было? И когда они поняли? И вот этот вопрос меня мучает очень сильно на самом деле. Понятно, что я, конечно же, не найду на него ответа, скорее всего, но это не мешает мне думать. и, как говорится, ничего не зная о смерти, мы продолжаем говорить о ней. Это интересно, потому что я сейчас как раз слушаю аудиокене из «Метро 2023». Если как-то узнать, это уже нельзя говорить. Это автор. Илья имеет в виду роман писателя Дмитрия Глуховского «Метро 2033». Минюст Российской Федерации считает писателя иностранным агентом. Это серия романов о пост ядерном мире, в котором прошла эта война, и люди пытаются выжить после этого в новом мире, где там всякий мутант. Но там бывает как раз более, что какие-то цель героя, как бы идут размышления и условно говоря, если ты видишь у них дрип, ты понимаешь, что сейчас через несколько минут секунд тебе все стрелы, и вот секунду не очень интересно, почему ты подумаешь, будешь ли пытаться кричать, бежать, или просто будешь по этому месте разъявив нот, и что будет в этот момент в голове твое непонятно. Да, это очень страшное, но завораживающее размышление. А у меня появился уточняющий вопрос. Вот ты говорил о соотношении бессмертной души, которая не умирает, и смертного тела, ну, как некой оболочке, которая является вместилищем и одновременно чем-то сдерживающим для этой бессмертной души. И ты сказал, что со временем твое отношение к этой проблеме изменилось. Изменились твои взаимоотношения с верой? Вот как ты сейчас смотришь на это? Душа есть? Да, на самом деле с религией я расстался, потому что видел со временем много скрытого инцемерия, и тоже и в целом судя по тому, что сейчас происходит в мире вообще и все эти ужасы, когда условно какие-то радикальные мусульманы убивают младенцев в таких обстоятельствах, трудно верить, что есть душа у людей как что-то поддельное, светлое и так далее. Поэтому я считаю, что нет, конечно, нет. Радикальное заявление. младенцев. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, особенно в связи с тем, что ты сказал про всякие разные ужасы, которые творятся вокруг, нужно ли человеку бессмертие? Я считаю, что нет, потому что если говорить так, с какой-то практической стороны, по-другому это вызовет когда-то перемаселение, и все такое, я думаю, всякие, ну и те, кто занимается исследованием сцами, еще найдут кучу виденчин. Вот, а если говорить чисто по-человечески, то, допустим, я часто в жизни чувствую, чувствовал и чувствую, и сейчас, особенно, после последнего разрыва, я чувствую себя очень одиночим, и есть иногда, когда у меня долго нет никого рядом, дисциплийских людей, ну просто стреляются трудно заставить себя вставать утра, делать, опять, все эти процедуры с аппаратами, которые уже задолбали, вот, и если представить, что это еще тысячи лет, тысячи лет, будет у меня, спасибо, а мы пожили, хватит. Это был подкаст «Простые смертные». Спасибо, что были с нами во время этого непростого разговора. Мне было тяжело. Моя работа и так на границе, но сейчас я как будто подошла к разделению жизни и смерти еще ближе и даже немного заглянула за край. С вами была Оля Фатеева. До встречи.